Ребята, коллеги, в этот раз, слушайте до конца, мои друзья в таксопарке Петербургский транзит просто сошли с ума и запустили новую акцию. Внимание! Комиссия парка для всех новых водителей всего 1%. Лично я такого вообще нигде не видел, с учетом всех преимуществ этого парка. А именно, круглосуточная техподдержка, моментальный вывод средств через приложение Mosen, куча различных розыгрышей и всего за 1% комиссии. Акция будет действовать до 20 декабря, поэтому успей урвать халяву. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и подключайся под 1%, пока это возможно. Здрасте. Здрасте. Кто ты, воин? Ура. Я помню это имя. Пошел ты нахуй, голубай. Нет, давай нахуй, домой зайдем. В испанский? Да. Здравствуйте. Пожалуйста, тягнитесь и наденьте маску. Это важно для всех, кто в машине. Поездка по Яндекс.Картам займа 7 минут. Можете с той стороны тоже выходить. Спасибо за поездку. До свидания, пожалуйста. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Какие-то духи от них дурманит голову. Вот они даже сейчас пахнут. То есть, знаете, как обычные духи? Ну, то есть, там, девушка, парень, не, не, господи, я этого испугался. Ближе, еще бы по машине мне проехали. Это, чуть просто ногой зеркало не зацепило. И когда ты едешь, какие-то дебильные мысли у тебя в башке. И такой запах, он вроде вкусный, но он вкусный, понятно, он приятный, но он какой-то не такой. От него реально какие-то мысли в башке происходят. Я не знаю, может, я полную херню, конечно, несу. Ну, блядь, ну это не херня, это реально, я не понимаю, что это такое, аж в башку дает. Я не знаю, может, кто что знает, может, как-то с духами кто-то, но это не обычные духи, ну, по-любому. Как бы я тоже там редко-редко, ну, хожу, где это, ну, эти всякие парфюмы тут продают. Там такого запаха вообще не найти, ну, нет там такого запаха. Ну, такой вот запах, не передать его, он приятный, но он какой-то, он какой-то, блядь, не знаю, как передать эту херню. Я в зад, я в зад, я в зад, я в зад. Можно? Давайте всем за, давайте всем за, давайте всем за. Здравствуйте, Грибоедова? Да. Думская. Это Грибоедова или Думская? Грибоедова, дробь 32. Едем. Так это же друзья, которые ходят с друзьями не спят. А еще я тебе скажу, что хуёвые это друзья, если, если я думаю, что они пусть у нас. Значит, они друзья. Ну, Гош, если ты выебал своего друга, ну, Гош, если ты выебал своего друга и теперь не хочешь с ним дружить, то, как, ну, какая нужба может быть вообще, ты почёвок. А если с этим дружбой едут? Ну, так и уйдетесь. Ну, в другой раз интересно. Грибоедова, господь. Грибоедова, господь. Ладно, все, я понял. Я вас заебал? Боже, ну, не спят с друзьями. Так я и не сплюсь с друзьями. Да я заметила. Так, просто. Сумма вынула, пошел. Деловка. Все, мы закрыли зену. Ну, прикинь, мы с тобой сейчас пойдем пересмим и потом будем думать, а как же нам дружить дальше? Абсолютно не в ту степь загнули. Ну, вот мы с котиком сейчас пойдем потрахаемся. И такие, типа, ой, ой. Ну, это пиздец. Как не делают? Нет. Крит, одни пиздец развелись кругом, а? Честно, мне так смешно было, если честно, как эту херню все они обсуждали. Это да. Ну, давайте вам бары покажу. Так тусуются. Пятница сегодня. Немножечко вот. Здрасте. Чего? Пока. Социалистическая, да? Да, пожалуйста, нужно быстро туда. А там какая плата? Безнал. Да, можно перевезти вам. А, что? Либо у них спишься, я не знаю, это они. Спишься у них? Все, едьте бесплатно. Пожалуйста, подождитесь и наденьте вас. Ну, да. Потому что мы выслали, а там поездка про Яндекс каждого. Займет 7 минут. Не знаю. Короче, меня убьет, ну, ну ладно. Ничего, переживите. Сегодня в Москву сейчас, поэтому уже на Петербурге. В Москву живете там или... Да, в 9 утра поздно. А это вы только познакомились, что ли? Нет, это моя подруга. А эти мальчики, да, прибежали. И они оплатили? Ну, потому что я вызывала такси и расправили его. Ну, и правильно едьте на халяву. Ну, что нет-то? Пусть платят. Да, только я заплатила, мне теперь ничего не вернули. Как-то таксист, уехала уже в гостинице. Ладно, не суть. Просто жарко. Главное, ехать домой, чтобы мама не вытушила. И не вытушила. Да, через 6 минут будете дома уже. Да. Ну, да, уже смысла нету. Да, конечно. Потому что ребеночек маленький. У кого? У меня. А, он тоже здесь? Ну, да, он с бабушкой вот. Способ оплаты изменен на наличие. Не повезло вам. Ах, ты что? Сладить, да, что делать? Можете на карту кирпичать? Да, конечно, можно. Что делать? Козлы, да? А, выкидай. Ну, давай, давай. Ой, пизденьки. Вот так вот, так вот с нами едешь. А, иди. С способ оплаты. Я не удивлюсь, если они могли перекинуть, как вы сели в такси специально, чтобы на карте денег не осталось. Знаешь, я готова была на все, лишь бы уехать. Поэтому мне вообще все равно. Да, они мне ничего не должны. Не, ну, понятно, но все равно самого вот это вот. Да, 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 я поняла, чем-то. Типа, такой я классно, садись, да? А ты похуй, якс. Гавно. Хорошо, что он Майбах не вызвал. А то бы выпендрился там. Да, садись, дорогая. Да, нет, нет. По номеру телефона можно? Да. Скажи, пасовщик, что он говорит, что ему лучше в Москве, потому что здесь слишком много соблазнов. Да, здесь очень все, что у него есть. Да, здесь бухают все. А как он одну отпустил? Да нет, мы были здесь, у него мама, мама, и он уехал работать, а мои родители только прилетели. Ага. Они тут делали визу в Венгрию. Угу. Нет, отдыхать. Так получилось, я говорю, ну, давайте мы с вами, ну, я и мой сын, внуков, станемся здесь, а ты как бы езжай, да, да, еще. Так получилось. Это выходные. Он нас ждет. Сам увез отсюда колеса, получается. Какие колеса? Какие колеса? А-а-а. Три колеса сюда, так виселся, так виселся, так виселся, так виселся, так виселся. Ну, получается, ты нормально к этому относишься, что вы жрёте колеса? Да. А, ты сама? Ну, в смысле, мы какие-то познакомились, мы начали с жидкостью, она наивность полетела, друзья. Не, ну, мало ли, всякое же меняется. Ну, когда ребенок появился, естественно, сегодня стало, вообще нет, не сдам, в принципе. А, он вырос, в принципе. Вырос, кто ребенок? Да. Это сколько ему сейчас? 10 месяцев. Ну, это он еще не вырос, 10 месяцев. Да, факт там, что он перешел с груди на смесь, поэтому... Ага. Ну, я бы ни в чем не ограничила, поэтому я говорю, не хочет, не тусить. Почему это значит ограничивать? Ну, не знаю, сама. Не, я сама нет. Не, не поздравляю ничего. Ну, а ты, блин, ну, страна, почему же ты так к этому, так, ну... Ну, потому что, когда я жила в Питере, конечно, я там тусила, употребляла, и любила, и какаин себя, как у него, но это было до абсолютно. когда появился муж, ребенок, другая история, ну в смысле, ну как бы хочешь, ну как он, он же не привязан, никак ни к чему хочешь, поживи к лесу, если тебе нравится, не знаю, ну я к этому абсолютно нормально дышусь, когда ты не дещерп, то есть чему-то, если у него это расслабление какое-то, получается, у него какое-то расслабление, в плане работы, там, вот так, да, это, пожалуй, ну вот так, да. Ой, сейчас ты рядом со мной, не жри, блядь, жри-попе, это как бы не променяет история, нет. Не, ну почему можно вообще бросить, ну, знаешь, когда пацаны, ну, закон уходит какой-то конкретный, там, блядь, нет, это не про него, не про него. Он редко, то есть? Да, он здесь редко, метко и все. Редко, кем он работает? Ну, он работает в фирме, менеджером, бренд-менеджером, они продают танки дорогущие, я там, месяц. Мебели. А, ну, изготовление этой фиги. Да, да, поэтому у него, ну, хорошая работа. Он всегда в этом варился, во всем учился, надеюсь, он так, знаешь, сожрет, сплет, стресс кинется подальше, все пошло. Ой, мы приемли. Ну, почти да, или где-то здесь. Сейчас. Ага. Я уже увидела. Ну, все, удачной дороги. Да, все пришло. Счастливо. Пожалуйста. Пожалуйста. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте... Ой, боже, то наркоманы, то пидорасы, блядь. Куда все катимся, блядь, хер его знает. Субтитры сделал DimaTorzok